Деревня, где скучал Евгений, была прелестный уголок. Там, друг невинных наслаждений, благословить бы небо мог. Господский дом, уединенный горой от ветров, огражденный, стоял над речкой. Вдали пред ним пестрели и цвели луга и нивы золотые, мелькали села. Тут и там стада бродили по лугам и сейни, отворял густые огромный запущенный сад. Приют задумчивых дриадных. Почтенный замок был построен, как замки строиться должны. Отменно прочен и спокоен во вкусе умной старины. Везде высокие покои в гостиной, штофные обои, царей портрета на стенах и печи в пестрых изразцах. Все это ныне обветшало. Не знаю, право почему. Впрочем, другу моему в том нужды было очень мало. Затем, что он равно зевал средь модных и старинных зал. Он в том покое поселился, где деревенский сторожил лет сорок с ключницей. Бронился, в окно смотрел и мух давил. Все было просто. Пол дубовый, два шкафа, стол, диван пуховый. Нигде не пятнышко чернил. Онегин шкафы отварил, в одном нашел тетрадь расхода, в другом наливок целый строй, кувшины с яблочной водой и календарь осьмого года. Старик, имея много дел, в иные книги не глядел. Один, среди своих владений, чтоб только время проводить, сперва задумал наш Евгений порядок новый учредить. В своей глуши мудрец пустынный, ерем он барщины старинный оброком легким заменил и раб судьбу благословил. Зато в своем углу надулся, увидев в этом страшный вред, его расчетливый сосед. Другой лукаво улыбнулся, а в голос все решили так, что он опаснейший чудак. Сначала все к нему съезжали, но так как с заднего крыльца обыкновенно подавали ему донского жеребца, чуть только вдоль большой дороги услышат их домашние дроги, поступком оскорбясь таким, все дружбу прекратили. Сосед наш неуч, сумасбродит, он формазон, он пьет одно стаканом красное вино, Он дамам к ручке не подходит. Все да, да нет, не скажет нет-с или да-с. Таков был общий глаз. В свою деревню в ту же пору помещик новый прискакал и столь же строгому разбору в соседях повод подавал по имени Владимир Ленский. С душою прямо Геттенгенской красавец, в полном цвете лет, поклонник Канта и поэт. Он из Германии туманной привез учености плоды, вольнолюбивые мечты, дух пылки и довольно странный, Всегда восторженную речь и кудри черные до плеч. От хладного разврата света, еще увянуть не успев, его душа была согрета приветом друга, лаской дев. Он сердцем милый был невежда, его лелеяла надежда, и мира новый блеск и шум еще пленяли юный ум. Он забавлял мечтою сладкой сомненья сердца своего. Цель жизни нашей для него была заманчивой загадкой. Над ней он голову ломал и чудеса подозревал. Он верил, что душа родная соединиться с ним должна, Что, безотрадно изнывая его, вседневно ждет она. Он верил, что друзья готовы за честь его принять оковы, И что не трогнет их рука разбить сосуд клеветника, Что есть избранные судьбами людей священные друзья, Что их бессмертная семья неотразимыми лучами Когда-нибудь нас озарит и мир блаженством одарит. Негодование, сожаление, ко благу чистая любовь и славы, Сладкое томление в нем рано волновали кровь. Он с лирой странствовал на свете, под небом шиллеры и гетты. Их поэтическим огнем душа воспламенилась в нем, И мус возвышенных искусства счастливец он не посрамил. Он в песнях гордо сохранил всегда возвышенные чувства, Порывы девственной мечты и прелесть важной простоты. Он пел любовь, любви послушной, И песня его была ясна, Как мысли девы простодушной, Как сон младенца, Как луна В пустынях неба безмятежных, Богиня тайн и вздохов нежных. Он пел разлуку и печаль, И нечто, И туманну даль, И романтические розы. Он пел те дальние страны, Где долго в лоне тишины Лились его живые слезы. Он пел поблеклый жизни цвет. Без малого Восемнадцать лет. В деревне, где Один Евгений мог оценить его дары, Господ соседственных селений Ему не нравились пиры. Бежал он их беседы шумной, Их разговор благоразумный О сенокосе, О вине, О псарне, О своей родне. Конечно, не блистал Ни чувством, Ни поэтическим огнем, Ни красотою, Ни умом, Ни общежития искусством. Но разговор их милых жен Гораздо меньше был умен. Богат, хорош собою, Ленский везде был принят как жених. Таков обычай деревенский. Все дочек прочили своих За полрусского соседа. Взойдет ли он, Тот час беседа заводит, Будто стороной, О скуке жизни холостой. Зовут соседа к самовару, И Дуня разливает чай. Ей шепчут, Дуня, Прими чай. Потом приносит и гитару. И запищит она, Бог мой, Приди в чертог ко мне золотой. Но Ленский, Не имев, конечно, Охоты узы брака несть, С Онегиным Желал сердечно знакомства Покороче свесть. Они сошлись. Волна и камень. Стихии, Проза, Лед и пламень Не столь различны Меж собой. Сперва, Взаимной разнотой, Они друг другу были скучны. Потом понравились. Потом съезжались Каждый день верхом И вскоре Стали Неразлучны. Так люди, Первый, Кайфсия, А делать нечего, Друзья. Но дружбы нет И той меж нами. Все предрассудки Истребя Мы почитаем Всех нулями, А единицами Себя. Мы все Глядим в Наполеоны. Двуногих тварей Миллионы Для нас Орудие одно. Нам чувство Дико И смешно. Сноснее Многих Был Евгений. Хоть он Людей, Конечно, Знал И вообще Их презирал, Но Правил нет Без исключений. Иных Он очень Отличал И в чуже Чувство Уважал. Он Слушал Ленского С улыбкой. Поэта Пылки Разговоры И ум Еще в суждениях Зыбки И вечно Вдохновенный Взор Онегину Все было Ново. Он Охладительное Слово В устах Старался Удержать И думал Глупо Мне мешать Его Минутному Блаженству. И без Меня Пора Придет. Пускай Пока Место Он Живет Да Верит Миру Совершенству. Прости Им Горячки Юных Лет И Юный Жар И Юный Бред. Между Ними Все Рождало Споры И к Размышлению Влекло Племен Минувших Договоры Плоды Наук Добро И Зло И Предрассудки Вековые И тайны Гроба Роковые Судьба И Жизнь Свою Чреду Все Подвергалось Их Суду. Поэт В пылу Своих Суждений Читал Забывшись Между Тем Отрывки Северных Поэм И Снисходительный Евгений Хоть их Немного Понимал Прилежно Юноше Внимал. Но Больше Занимали Страсти Умы Пустынников Моих Бежав От их Мятежной Власти Онегин Говорил О них С невольным Вздохом Сожалением Блажен Кто Ведал Их Волнение И Наконец От них Отстал Блажен Не тот Кто Их Не знал Кто Охлаждал Любовь Разлукой Вражду Злословием Порой Зевал С друзьями И женой Ревнивой Не тревожась Мукой И Дедов Верный Капитал Коварной Двойке Не Вверял Когда Прибегнем Мы Под Знамя Благоразумной Тишины Когда Страстей Угаснет Пламя И нам Становятся Смешны Их Своевольства И порывы Запоздалые Отзывы Смиренные Не без Труда Мы Любим Слушать Иногда Чужих Страстей Язык Мятежный И он Нам Сердце Шевелит Так Точно Старый Инвалид Охотно Клонит Слух Прилежный К рассказам Юных Усачей Забытый В хижине Своей Зато И пламенная Младость Не может Ничего Скрывать Вражду Любовь Печаль И радость Она Готова Разболтать В любви Считаясь Инвалидом Онегин Слушал С важным Видом Как Сердце Исповедь Любя Поэт Высказывал Себя Свою Доверчивую Совесть Он Простодушно Обнажал Евгений Без труда Узнал Его Любви Молодую Повесть Обильный Чувствами Рассказ Давно Не Новыми Для Нас Ах Он Любил Как В Наше Лето Уже Не Любят Как Одна Безумная Душа Поэта Еще Любить Осуждена Всегда Везде Одно Мечтание Одно Привычное Желание Одна Привычная Печаль Не Охлаждающая Даль Ни Долгие Лета Разлуки Ни Музом Данные Часы Ни Чужеземные Красы Ни Шум Веселий Ни Науки Души Не Охладили В нем Согретой Девственным Огнем Чуть Отрок Ольгою Плененной Сердечных Мук Еще Не Знав Он Был Свидетель Люмиленный Ее Младенческих Забав В тени Хранительной Дубравы Он Разделял Ее Забавы И Детям Прочили Венцы Друзья Соседи Их Отцы В глуши Под тенью Смиренной Невинной Прелести Полна В глазах Родителей Она Цвела Как Ландыш Потаенный Незнаемый В траве Густой Ни Мотыльками Ни Пчелой Она Поэту Подарила Молодых Восторгов Первый Сон И Мысль О ней Одушевила Его Цивницы Первый Стон Простите Игры Золотые Он Рощи Полюбил Густые Уединение Тишину И Ночь Звезды Луну Луну Небесную Лампаду Которой Посвящали Мы Прогулки Средь Вечерней Тьмы И Слезы Тайных Мук Отраду Теперь же Видим Только в ней Замену Тусклых Фонарей Всегда Скромна Всегда Послушна Всегда Как Утро Весела Как Жизнь Поэта Простодушна Как Поцелуй Любви Мила Глаза Как Небо Голубые Улыбка Локоны Льняные Движения Голос Легкий Стан Все В Ольге Но Любой Роман Возьмете И Найдете Верный Ее Портрет Он Очень Мил Я Прежде Сам Его Любил Но Надоел Он Мне Безумерно Позволь Мне Читатель Мой Заняться Старшей Сестрой Ее Сестра Звалась Татьяной Впервые Именем Таким Страницы Нашего Романа Мы Своевольно Осветим И что Оно Приятно Звучно Но С ним Я знаю Неразлучно Воспоминания Старины Или Девичьей Мы Все Должны Признаться Вкусу Очень Мало У нас И В наших Именах Не Говоря Оше Стихах Нам Просвещение Не Пристало И Нам Осталось От Него Жеманство Больше Ничего И И Так Она Звалась Татьяной Ни Красотой Сестры Своей Ни Прелестью Ее Румяной Не Привлекла Папаначей Дика Печально Молчаливо Как Лань Лесная Боязлива Она В семье Своей Родной Казалась Девочкой Чужой Она Ласкаться Не Умела К Отцу Не К Матери Своей Дитя Сама Среди Детей Играть И Прыгать Не Хотела И Часто Целый День Одна Сидела Молча В окна Задумчивость Ее Подруга От Самых Колыбельных Дней Течение Сельского Досуга Мечтами Украшала Ей Ее Изнеженные Пальцы Не Знали Игл Склоняясь На Пяльце Узором Шелковым Она Не Оживляла Полотна Охоты Властвовать Примета С Послушной Куклой У Дитя Приготовляется Шутя К Приличию Закону Света И Важно Повторяет Ей Вроки Маменьки Своей Но Кукол Даже В эти Годы Татьяна В руки Не Брала Провести Города Про моды Беседы С нею Не Вела И Были Детские Проказы Ей Чужды Страшные Рассказы Зимою В темноте Ночей Пленяли Больше Сердце Ей Когда же Няня Собирала Для Ольги На широкий Лук Всех Маленьких Ее Подруг Она В горелки Не Играла Ей Скучен Был Детский Смех И шум Ветреных Утех Она Любила На балконе Предупреждать Зари Восход Когда На бледном Небосклоне Звезд Исчезает Хоровод И тихо Край земли Олеет И Весник Утро Ветер Веет И Весходит Постепенно На день Зимой Когда Ночная Тень Полмиром Доля Обладает И Доля В праздной Тишине При отуманенной Луне Восток Ленивый Почивает В привычный Час Пробуждена Вставала При свечах Она Ей рано Нравились Романы Они Ей Заменяли Все Она Влюблялась В обманы И Ричард Сона И Руссо Отец Ее Был Славный Малый В прошедшем Веке Запоздал И но В книгах Не видал Вреда Он Не читая Никогда Их Почитал Пустой Игрушкой И не Заботился О том Какой У дочки Тайный Том Дремал До утра Под подушкой Жена Ж его Была Сама От Ричард Сона Без ума Она Любила Ричард Сона Не потому Чтобы Прочла Не потому Чтоб Гранди Сона Она Лавласу Предпочла Но В старину Княжна Алина Ее Московская Кузина Твердила Часто Ей О них В ту пору Был еще Жених Ее Супруг Но По неволе Она Вздыхала О другом Который Сердцем И умом Ей нравился Гораздо Боли И плакала Сначала Супругом Чуть Не Развелась Потом Хозяйством Занялась Привыкла И Довольна Стала Привычка Свыше Нам Дана Замена Счастью Она Привычка Усладила Горе Неустранимое Ничем Открытие Большое Вскоре Ее Утешило Совсем Она Меж делом И досугом Открыла Тайну Как Супругом Самодержавно Управлять И Все Тогда Пошло Настать Она Езжала На работы Солила На зиму Грибы Вела Расходы Брила Лбы Ходила В баню По субботам Служанок Била Осердясь Все Это Мужа Не Спросясь Бывало Писывало Кровью Она В альбомы Нежных Дев Звала Полиною Просковью И Говорила Нараспев Корсет Носила Очень Узкий И Русский Н Как он Французский Произносить Умела В нос Он Скоро Все Перевелось Курсет Альбом Альбом Княжну Е Звали Чапец Но Муж Ее Любил Сердечно Ее Затея Не Входил Во Всем Ей Веровал Беспечно А сам В халате Ел И пил Привычно жизнь его катилась Под вечер иногда сходилась с соседей дружная семья Нецеремонные друзья и посудить, и позлословить, и посмеяться кое-чем Приходит время, между тем прикажут Ольге чай готовить Там ужин, там и спать пора И гости едут со двора Они хранили в жизни мирной привычки милой старины У них на масленицы жирные водились русские блины Два раза в год они говели Любили круглые качели, подблюдные песни, хоровод В день Троицын, когда народ, зевая, слушает молебен Умильно на пучок зари они роняли слезки три Им квас, как воздух, был потребен И за столом у них гостям носили блюда по чинам И так они старели оба И отворились, наконец, перед супругом двери гроба И новый принял он венец Он умер в час перед обедом Оплаканный своим соседом, детьми и верной женой Чистосердечней, чем иной Он был простой и добрый барин И там, где прах его лежит, надгробный памятник гласит Смиренный грешник Дмитрий Ларин Господний раб и бригадир Под камнем сим вкушает мир Своим пенатом возвращенный Владимир Ленский посетил соседа памятник смиренный И вздох он пеплу посветил И долго сердцу грустно было Пу, Йорик, молвил он уныло Он на руках меня держал Как часто в детстве я играл его очаковской медалью Он Ольгу прочил за меня А он говорил, дождусь ли дня И полной траурной печалью Владимир тут же начертал ему надгробный мадригал И здесь же надписью печальной отца и матери в слезах Почтил он прах патриархальный Увы, на жизненных браздах Невольной жатвой поколения по тайной воле проведения Восходят, зреют и падут Другие им во след идут Так наше ветреное племя растет, волнуется, кипит И гробу прадедов теснит Придет Придет и наше время И наши внуки в добрый час из мира Вытеснят и нас Поками ступивайтесь ею, сей легкой жизнью, друзья Ее ничтожность разумею, и мало к ней привязан я Для призраков закрыл я вежды, но Отдаленные надежды тревожат сердце иногда Без неприметного следа мне было б грустно мир оставить Живу, пишу, не для похвал Но Я бы, кажется, желал Печальной жребий свой прославить Чтобы обо мне, как верный друг Напомнил хоть Единый звук И чье-нибудь он сердце тронет И сохраненная судьбой, быть может В лете не потонет Строфа Слагаемая мной Быть может, лесная надежда Укажет будущий невежда на мой прославленный портрет И молвит То-то был поэт Примишь мои благодаренья Поклонник мирных аонит О, ты Чья память сохранит мои летучие творенья Чья благосклонная рука Потреплет Лавры Старика